Ахой камрады, с вами Муромец, а сейчас мы поговорим о фильме Дюна. Знакомство с этим миром у меня наверное как и у многих произошло через игру. Лично я в нее играл на приставке Sega, но кто-то возможно помнит Дюну 2000 на ПК. Затем я увидел фильм Дэвида Линча аж 1984 года, несмотря на то, что игры вышли значительно позже фильма и уж тем более. Книги? По какой-то неведомой причине все мои знакомые считают, что фильм и книга вторичны к игре, что совершенно не так. По всей видимости это из-за порядка знакомства схожего с моим. А когда что выпущено было, никто ж не смотрит. С книгой я познакомился гораздо позже фильма и игры, но вот прикол. Дата издания 1965 год. Кому-то сложно в это поверить, но она была удостойна несколькими престижными премиями и считается одним из самых известных научно-фантастических романов 20 века. Во многих научно-фантастических произведениях, в том числе и играх, созданных позже, торчат уши Фрэнка Герберта. Как минимум гигантских червей можно встретить много где. Не будем показывать во всех пальцем. Сейчас сделаю некоторое лирическое отступление. Мне до 1000 подписчиков осталось совсем немного, поэтому я тут решил разыграть символические 1000 рублей по достижении. Ну типа за каждую подписку по рублю. Условие простое. Все кто откомментировал этот ролик и подписан на канал будут участвовать в лотерее, которая состоится по достижении заявленной цели на одном из стримов. Так что не теряем время, подписываемся и комментируем. Но возвращаясь к фильмам. На самом деле мало кто знает, но в 2000 году появился мини-сериал Дюна, а в 2003 продолжение Дети Дюны. Если сравнивать с фильмом Дэвида Линча, то сериалы были гораздо слабее, хоть и сняты были сильно позже и технические средства были лучше. Это сугубо мое мнение, но нуарная атмосфера была утеряна и там появились болячки голливудских боевиков, которые высмеивались в фильме Последний кин-герой со Шварценеггером. Суть в том, что здесь нет некрасивых женщин. Куда делись обычные женщины? Их нет, потому что это кино. Нет, это Калифорния. Все вокруг показано красивым и стерильным. Персонажи могут хоть сейчас на обложку глянцевого журнала попасть, а особо контрастируют с этим пафос действующих героев. В общем, посмотреть можно, но погружение в мир не испытаешь, к сожалению. И тут мы подходим к современной картине Дэнни Вильнева. Или Вильнева. Да бог с ним. Учитывая всякие локдауны и угрозы, мне повезло, я смог посмотреть ее в кино на большом экране. Я вам так скажу. Только так ее и можно оценить, потому что визуальный ряд там очень красивый. Я бы охарактеризовал фильм как меланхоличный и живописный, что несомненно погружает в нуарную атмосферу мира. С этой стороны автор справился на все 100%. Всякие там приходы главного героя под воздействием Спайса очень хорошо показаны. Я бы даже сказал, что автор этим злоупотреблял лишнего, но поскольку сделано красиво и сильно возражать трудно. И забегая вперед скажу. Фильм мне понравился, но недостатков в нем очень много. Для кого-то это будет даже критической массой, которая может перевести фильм в сторону плохой, чем хороший. Первое и самое главное это плохой сценарий. Если брать человека, не знакомого с миром Дюны, то он с высокой долей вероятности не поймет, что происходит. Сам лично сидел и пояснял многие моменты фильма своим знакомым. Потому что авторы сценария, а их там было аж несколько человек, не смогли в последовательное изложение истории. И я тут молчу про искажение, книги их там масса. Причем некоторые непонятно зачем были сделаны. Надо сказать, в отличие от визуала, который был плох из-за технических ограничений, изложение истории у Линча гораздо лучше. Да, сценарий местами может быть скомканный, но это в силу того, что роман было сложно во всем объеме вместить в двухчасовой хронометраж. Главное, что все события понятны даже не читавшему книг и все происходящее умещается в рамках логики. А вот у Вильнева в фильме с логикой не всегда все хорошо. Яркий пример, когда главный герой летит с отцом на экскурсию в пустыню, поглядеть на добычу спайса. Они замечают червя и предупреждают Харвестера об опасности. Те вызывают транспортник и он не может их отбуксировать из-за поломки. Ну и главным героям приходится спасать людей. Что тут не так, спросите вы? Все просто. И если транспортник прилетел, почему он не забрал людей сам, раз уж сломал искрепление? Должны же быть протоколы безопасности на такой случай. Вовсе не требуется подвергать опасности монарших особ, если есть штатные способы реагировать в таких ситуациях. Обычно это все отрабатывается. На самом деле я понимаю, чем руководствовались авторы. Они хотели в очередной раз показать крупным планом технику этого мира, покрутить вокруг нее камеры, посмаковать виды. В фильме этого полно. За что спасибо огромное, конечно, но в данном конкретном случае пострадала логика повествования. У того же Линча транспортник тупо не прилетел, так как Харконнаны саботировали их работу. У него все логично, команде Харвестер бежать некуда, поэтому их нужно спасать. Ну и да, в фильме много моментов, где показывают местные гравицапы. Очень красиво взлетают корабли с Каладана, прямо из-под воды. Зачем они под водой загадка, но взлетают красиво. Куча хронометража, чисто чтобы посозерцать эстетику. Каладан это родная планета главного героя. Мало ли, может кто не знает. Другой пример, когда главный герой на Орнитоптере попадает в бурю. Его там болтает так, что космонавтам в центрифуге даже не снилось, при этом никаких перегрузок в кабине не наблюдается. Герои мирно спят в ожидании. Потом нелепая посадка. У летательного аппарата я что-то нормального крыла не наблюдаю, на которое можно положиться. Но при этом аппарат как-то спланировал и даже не разбился. Ну это просто придирки, которые мне глаза резанули. Из их же числа мать главного героя. Я понимаю, что автор через нее хотел повествование развернуть, поэтому она вместо сына читает мантру, что страх подавляет разум. Но вот беда, не ее руку плавят в коробке, да и выглядит она из-за этого полной истеричкой. К слову, по лору у нее должен быть полный контроль над эмоциями и телом, так как она сестра Бенна Гессерит, а это в фильме явно никак не учитывается. Далее, боевые сцены. Да, щиты сделали красиво и вменяемо. Явно лучше, чем в древнем кино, где они были квадратно-кубические. Плюс догадались одеть героев в доспех. Отдельный плюс авторам. Чтобы было понятно, щиты защищают от быстрых поражающих элементов и пропускают медленные, поэтому все дерутся холодным оружием и со специальной техникой медленного удара. Иначе не пробить. И логично от медленного удара защититься доспехом под щитом. В этом плане все красиво и логично. Проблема в том, что постановщики драк явно все это вертели на одном месте и тупо ставили обычные драки. Причем даже обычные драки выглядят дешево и плохо. Благо их там не очень много, фильм не про экшн, слава богу. Ну а сейчас про то, что было плохо во все времена с этими фильмами. Кастинг. Подбор актеров, что у Линча был мимо, но зато был красавчик Стинг, который просто украшал собой картину. Что тут мимо? Главного героя, похоже, подбирали посмазливее и чтобы похож был на актер из предыдущего кино. Человек, который с детства тренируется боевым искусством у лучших воинов, не может выглядеть настолько хилым. Ну и я себе его как-то представлял как человека мужественного и решительного, а не это, мамино дарование. Еще мне непонятно, почему Аквамен оказался в доме Артрейдисов, а не стал Фрименом. Может, водное прошлое затмило глаза тем, кто подбирал актеров, но среди Фрименов он смотрелся бы органичнее. Про то, что кто-то поменял пол, кто-то цвет, я даже говорить не стану, нынче без этого уже никак. Спасибо, хоть среди сестер Бена Гессерит мужиков не оказалось. Я обмолвился, что при всех недостатках фильм мне понравился. И это правда. Музыку там не Ханс Флоренц имер писал, но тоже неплохо звучит. Сам фильм создает приятные впечатления, если не въедаться в детали и знать лор. Но вот по прошествии двух с половиной часов я встал из кресла и сказал «Мало». И дело не столько в том, что хочется больше этой красоты созерцать, а в том, как фильм закончился. А он тупо оборвался на середине романа. В нем нет никакой законченной истории. А главное, режиссер до последнего не знал, будет ли одобрено продолжение. Благо, сборы удовлетворили студию и его все-таки одобрили. Но факт остается фактом. Режиссер снял половину истории и оборвал ее без какого-то логического завершения. При этом зная, что продолжение может и не быть. Цинизм зашкаливает. В общем, ждем продолжение. Если оно будет таким же или лучше, то могу рекомендовать к просмотру. Но не раньше того, как оно выйдет. Иначе, мало того, что не каждый зритель знаком с романом, а из фильма не все понятно из того, что происходит, так еще и оборвана история. Чтобы было понятно, что я имею в виду, возьмите «Властелин колец». Все три части – это отдельные мини-истории в рамках большой общей эпопеи. Тут легко можно было разделить так же. И для этого много перекраивать из текущего фильма не пришлось бы. Просто завершить фильм полноценным вступлением героев в ряды Фрименов и обещанием мести. Это уже бы дало промежуточный конец пути и новое начало следующего. Где он с нуля выстроит инфраструктуру с армией и пойдет отвоевывать планету назад. Ну, я груб, конечно, но надеюсь, вы мои мысли поняли. А на этом у меня все. Смотрите только хорошие фильмы. Подписывайтесь на канал. Жмякайте кнопки. Всем добра. Всем пока. Увидимся на полях сражений.